Всем привет! Это пятый выпуск проекта Сингента Хелп второй сезон. Проект Сингента Хелп это возможность задать вопрос и получить квалифицированную экспертную помощь от агрономической поддержки и экспертов компании Сингента. Переходите по QR-коду, задавайте свои вопросы, присылайте фото и видео и вам обязательно помогут. Сегодня у нас выпуск, посвященный необычной теме, о которой мы еще не говорили ни разу. Сегодня у меня в гостях специалист по развитию овощных культур защищенного грунта компании Сингента в России Аркадий Нестерович. Аркадий, привет! Буквально пару слов, пожалуйста, о себе. Здравствуйте, Мария! Очень рад приветствовать вас и постараюсь ответить на те вопросы, которые за это время коротко отведено. Я вообще работаю всю свою жизнь в сельском хозяйстве. Свою карьеру начал с обучения в Темряевской сельскохозяйственной академии, которая находится в Москве. И, как ни странно, работаю с овощами всю свою жизнь. Начинал профессию как полевод. Занимался зерновыми культурами, картофелем, защитил кандидатскую уже по селекции овощей. Занимался после окончания института созданием гибридов томата, был селекционером. И дальнейшая уже карьера была связана с развитием технологии. Это поиск генетического материала, адаптация его, это отработка технологий, применимых к данной генетике, к разным типам культур. Не только, кстати, томата, и культура и огурца, и баклажана, и салатных культур. Это все, что мы выращиваем в защищенном грунте. Можем вырастить и в парнике, и в стеклянных теплицах, и с досветкой, и без. Вот это всю свою жизнь этим и занимался. И сейчас в Сингенте мы этим и продолжаем развивать это направление. Это поиск нового и применять, учиться выращивать, обучать других. Этим мы занимаемся на сегодняшний день в компании Сингент. Ох, Аркадий, вы, я думаю, всколыхнули нашу общественность. И вопросов теперь, как вырастить тот или иной овощ у себя на даче, будет много. Ну что ж, я думаю, мы сегодня постараемся ответить на такие наиболее часто встречающие вопросы, которые поступили к нам в агроподдержку. Итак, мы начинаем. Итак, первый вопрос. Он пришел к нам из Московской области. Почему ранней весной или летом часто появляются проблемы с опылением томата и завязыванием плодов или их осыпанием, Аркадий? Очень большой вопрос, объемный. Касается и профессионалов, любителей, всех. Это то, кто выращивает и на дачных участках, и профессиональных теплицах, стеклянных, с досветкой. Вопрос очень большой, но можно ответить коротко и емко. Это связано с климатом, в первую очередь. Это с резким колебанием температур, в первую очередь пониженных температур, это низкие температуры. Высокой влажностью в теплице может недостаточное проветривание, как говорят, вентиляция. Слишком мощные вегетативные растения, которые создают влагу. Влажность, резкие низкие температуры. Это гибрид, например, который может быть более облиственный, может быть снижено опыление из-за насекомых. Такое тоже может быть связано. А летом еще часто опыление и качество завязанное связано, наоборот, с высокими температурами. Слишком большие высокие температуры, перегрев, и вы должны знать, что стерильность пыльцы наступает после 33-34 градусов. Именно если мы превышаем эту температуру, пыльца будет стерильной, и томат никогда завязываться не будет. А сколько у нас летом бывает температура в теплице? Бывает и за 50. Мы работаем, бывает, в условиях 45-55. Это нормальная температура в пиковый днем, когда в день, полудень, пиковая температура достигает до 50-60 градусов. Понятно, откуда такой вопрос. А в зависимости от типа томата, я вот слышу, ты говоришь, в зависимости от гибрида. Но вот есть томаты мелкоплодные, есть крупноплодные. Там тонкости, нюансы? Да, есть нюансы. Мы говорим, культура крупноплодная, значит, он крупный плод, но это просто так ничего не дается. Чем крупнее плод, тем больше он требует. Соответственно, в первую очередь, весной дефицит света. Это, кстати, лимитирующий фактор весной. Зимний, весенний период, ранние посевы, мало света. Мы можем подтопить, подсушить, накормить, но не можем дать света. И получается, свет будет лимитирующим. Чем крупнее плод, тем больше он нужен калорий, как мы называем, джоулей, на накопление, на создание этого плода. Чем меньше вишневидный плод, например, 20 грамм, он требует меньше. И, соответственно, в условиях дефицита он будет легче формировать плоды и больше их даст. Поэтому, чем крупнее плод, тем больше внимания к технологии, к особенностям гибрида. Правильно, подбор гибрида. И каких-то элементов технологии, это как удаление листа, удаление плодов лишних, которые не позволяют растения. Это проветривание и так далее. Много приемов различных позволяет избежать этой проблемы. Понятно. Ну что ж, мы ответили на вопрос и можем двигаться дальше. Второй вопрос к нам пришел из Орловской области. Почему первые плоды у томатов крупные, ребристые и неровные? Этот вопрос мы частично затронули, кто задавал в Московской области, почему плоды именно чувствительны к осыпанию, к плохому завязыванию. Это продолжение вопроса, скажем так. Крупные плоды формируются, когда растение слишком облиственное, вегетативное, мощное, влажное, сырое. Это часто наблюдается, когда растение молодое. Мы только посадили, плодов еще нет, или там первая кисть сформировалась, несколько плодов, а энергии много. Низкие температуры, большое количество, как говорят, калорий, которые некуда девать, закладывают крупный сросшийся цветок. И называют в науке фасцированный, сросшийся, когда зависть срастается. Формируется такой ребристый, бывает даже загибаются плечики, многокамерный плод. А у основания, на вершине, формируется песечный рубец. Еще называют cat face, кошачья морда. Да, он вкусный, да, он мясистый, он для нас самый вкусный. Но для урожайности это минус. Для растения это балласт, это якорь. И поэтому таких цветков лучше избегать, чтобы они не формировались. Растение должно быть хорошо проветрено, активным. Оно должно быть не такое загущенное. Поэтому в весенний период, когда растения молодые, нужно обеспечивать его более активное, такое более быстрое развитие культуры, закладку других плодов. Тогда не будет такого явления, как крупноплодность. Ну и генетика, конечно. Это гибрид, есть генетическая особенность, как крупноплодный. Да, я чувствую, вопросов будет много. И попрошу твоей помощи при ответе под этим видео обязательно. И нужны будут твои комментарии. Самые вкусные томаты все-таки приходится тогда нам прореживать. Если мы говорим о зиме-весне, когда дефицит освещенности, света мало, влажно, холодно, томаты надо, в первую очередь, не прореживать, а сажать реже. Изначально, если мы сажаем, например, зимой с расстоянием, например, 30-40 см, то, например, летом надо сажать с расстоянием 20-30 см. Для чего? Чтобы растения были летом плотнее, больше было листа. Это создать зонтик, как говорят, буфер для растения лучше испаряется, закрывается от солнца, а зимой наоборот. Проредить. Ну проредить зачем сажать больше? Тратить на покупку семян, на выращивание рассады? Посадить реже. Ну а если так получилось, что томат загущенный, из-за условий выращивания, или гибрид не угадали немножко тип его, удаляют лист. Проредить, удалить лист. Проредить в плане осветлить. Это вот такой момент. И стараться получше проветривать, и меньше поливать в этот период, когда холодно и сыро. Это позволит сделать его открытым и, как говорят, осветлённым. И получить более ровные адапты. Да, ровные, качественные, не заболевшие растения, потому что, когда сыро и холодно, растения ещё могут и заболеть. Это, в первую очередь, грибные заболевания, как мучнистые роста серые, а ещё бывает и осенью, вы знаете все, фитофтора. Это же не только весной, это и осенью может быть, когда растения при низкой температуре, влажные, мокрые стоят, тут же появляется, это тоже грибная инфекция, фитофтора, фитофтороз. Ну что ж, мы ответили на вопрос и можем двигаться дальше. Третий вопрос пришёл к нам из Краснодарского края. Причины, вызывающие растрескивание плодов томата. И вот такие две фотографии. Растрескивание плодов, конечно же, такое явление, очень такое не всем нравится, но оно в основном проявляется летний-осенний период. И причина, если сказать коротко, это корневое давление, это первое, то, что возникает изнутри. Когда корневая система качает, подаёт раствор, потому что всё-таки это соли, а растение в этот момент не испаряет. Что такое движение питания растений? Когда лист испаряет, появляется тургор тяга, и корни подают раствор. Вот когда лист не испаряет, растение холодное, неготовое, например, климат, например, теплица, холодно, сыро, разницы градиента температуры, влажности нет, поступление, получается, корень качает, а наверху, получается, такая пробка образуется, где называют корневое давление внутреннее. И плоды, и листья под давлением находятся. Листья гофлированные могут становиться, а плоды трескаются. Но трещины бывают же сеточкой, радиальное у основания плода, бывает весь плод покрывает, бывает ещё и продольное растрескивание. Иногда эти рубцы могут затягиваться, как шрамы, это, которая, говорит, сеточка образуется. Иногда они не затягиваются, тогда ещё инфекция может попадать, и плоды начинают гнить и портиться. В основном это связано, в первую очередь, с корневым давлением и резким перепадом температур и влажности. Это что значит влажность? Когда мы очень, например, летом это заметно, когда очень жарко днём, а ночью очень холодно. Вот такие резкие колебания. При этом часто днём не хватает влаги, мы не можем поливать их в защищённом грунте, профессиональных теплиц, постоянно, когда идёт увлажнение, каждые 20-15 минут. Получается, то сухо, а потом мы вылили там ведро воды, образовалось слишком резкое колебание влажности, и растение быстро начинает пить, и вот это образуется опять давление. При этом растение слишком перегревается, ночью сильно охлаждается. Мы, наверное, все видели осенью, когда уже туманы ложатся, вот конец августа, сентябрь, днём солнечно, жарко, водит до 30 градусов и больше, а днём, а ночью уже там 10-8 градусов, и образуются плоды утром мокрые. Это говорит о том, что они ещё не нагрелись, а кури начинает качать, солнышко вышло, и вот в этот момент и происходит растрескивание. Избежать этого можно за счёт, опять же, как мы, помните, говорили с вами, весной, когда мы открываем, более открыто растение держим. Здесь то же самое, надо стараться проветривать культуру. Если культура слишком облистывается, значит, часть листа удалить, чтобы не было влажности. Быстро будет разогреваться культура, быстро будет охлаждаться, и уходить вот эта лишняя влага, и, соответственно, стараться равномерно поливать. Сколько тонкостей, чтобы вырастить красивый, вкусный, целый томат? И опять же, вот, допустим, если я захочу выращивать у себя на даче томаты, какой лучше всё-таки взять? Крупноплодный, мелкоплодный? С чем будет легче? Вы знаете, легче бывает только там, где мы ничего не делаем. На самом деле, хорошо получается томат, который ты знаешь, как вырастить. Конечно же, крупноплодный, вы можете посмотреть специально, мы для вас предложили таблицу, максимальной урожайности. Чем крупнее плод, тем крупнее и, соответственно, даёт возможность получить больше урожая. Если плод мелкий, то, соответственно, и урожайность будет мельче. Здесь, конечно, показаны цифры из профессиональных теплиц, из полупрофессиональных, где период выращивания длительный, бывает до года, полгоношение от 6 месяцев и больше. Конечно же, в наших парниках в сезон мы там выращиваем месяц, два полгоношения и больше, будет там 10-12 килограмм урожайность. Но чем крупнее плод, тем больше урожайность. Чёткая корреляция, зависимость от этого. Что легче вырастить? Наверное, зимой легче вырастить более мелкоплодный томат. Всё, что ниже там 100 грамм. Летом, наверное, лучше выращивать крупноплодный. Нам нужен и урожай, и при этом вкус, мясистость. И крупноплодный томат, они более облиственные. У него лист крупный, позволяет летом лучше справляться с жарой. При этом урожайность положительная, и ещё и растение себя сохраняет. Поэтому я бы, наверное, во втором обороте, в летний осень, выбирал более крупные плоды. Для весеннего, зимнего оборота, то выбирал бы, наверное, более мелкоплодные. С ними легче, если вопрос стоит легче. Спасибо. Я думаю, мы ответили на вопрос. И огромное спасибо, что ты нашёл время в своём плотном графике, пришёл на наш проект. Потому что томаты реально интересуют всех. Я сама очень люблю томаты. и день без того, чтобы я съела салат или просто кусочек того же помидора, как в простонародье говорят, у меня не проходит. Но это же полезные овощи. Это правильно. И томаты на самом деле полезные. Говорите, как говорят селекционеры, например, те же испанцы, ешь один помидор в день, обязательно каждый день, целый год. И ты всегда будешь здоров. Потому что томаты – это в первую очередь кладезь солей, витаминов сбалансированных. А главное, ещё не забывайте, есть такое понятие антиоксиданты, есть каротиноиды. Ликопин, например, главный антиоксидант, противораковое заболевание, противораковая профилактика. Каждый день употребляя томат, мы можем избежать всех негативных появлений этих опухолей. Но какие томаты полезнее? Ещё вот этот вопрос. Вопрос розовый томат или красный. Где больше ликопина? В розовом. Где больше бета-каротина? В жёлтом. И вот сочетание бета-каротина и ликопина даёт цвет, а при этом ещё и пользу. Поэтому советую вам, выбирайте розовый, выбирайте коричневый, который ещё связан с пигментом, антоцианом и так далее. Они более инерционные, как говорят, более активные. И красиво, и полезно. Замечательно. Огромное тебе спасибо. Спасибо вам. Я думаю, что вопросов будет много, и ты поможешь нам обязательно с ответами. Хорошо. Спасибо. Это был пятый выпуск проекта Сингента Хэлф. Переходите по QR-коду, задавайте вопросы, присылайте своё фото и видео, и вам обязательно помогут. Вы не одни, мы с вами. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Продолжение следует...